Добрый день, спасибо за приглашение. Ай, ай, ай. Добрый день, я постараюсь вам дать немножко картину о том, какой у нас опыт в Гамбурге. Я должен сказать, что я сам закончил медико-биологический факультет, так что я не клинист, но все-таки надеюсь, что могу вам рассказать все на достаточном уровне. Ну, наверное, все вы знаете такую картину, такая общая картина клеточной терапии. Начинается тем, что мы забираем клетки у обычного пациента, отологические клетки, и потом те клетки будут активированы в культуре. И туда добавляется вектор, который переносит этот кар-конструкт туда, и эти клетки потом еще при необходимости растут в этой клеточной культуре. Их можно обогащать в конце, и перед тем, что их дать назад пациенту, там проводится еще лимфодеплетия. И надо сказать, что это все не такая новая терапия, как кажется, потому что карты клетки были придуманы в 89-м году прошлого века. И все эти шаги за это время очень сильно менялись, и очень много работы, много развития было туда внесено, чтобы это было таким успехом, как за час или пару лет назад наконец стало. Ну, вы уже видели эти картины в какой-то степени в предыдущем докладе. Там, конечно, были достаточно большие клинические исследования разных препаратов, потому что результаты были такими хорошими. Эти препараты только прошли вторую фазу клинического опыта, и два из них потом уже получили лицензирование. И вот этот третий препарат тоже близко к тому, чтобы получили разрешение как лекарство. Это в первую очередь были проведены эти клинические испытания в лимфомах, но потом тоже в острых лекозах. И вы, наверное, все видели эти очень хорошие результаты для лекозов, которые тут тоже используются на ВАРЦ. Ну и, как любая успешная терапия, карты клетки тоже, конечно, имеют побочные эффекты. Тут самые главные показаны, и я хочу удалить ваше внимание на два побочных эффекта. Во-первых, это так называемый сайтукин-релиз синдром, такой воспалительный синдром, который для этих двух препаратов, которые официально в клинике, где-то 90% пациентов испытывает. Конечно, это может быть немножко овладиагностик, немножко больше случаев, чем на самом деле, потому что у пациентов, например, температура может повыситься и по другим причинам, но в общем-то считается, что очень большой процент пациентов от этого страдает. А второй главный побочный эффект — это нейротоксичность. И это где-то в половине всех пациентов с этими двумя препаратами. Так что тоже такой побочный эффект, который достаточно часто появляется. Я там в подробности вам не расскажу, но там много про это можно читать, там есть большие обзоры, и вы можете там посмотреть. Как я уже говорил, два препарата получили разрешение как лицензирование для американского рынка И еще летом 2017 года для Кемрая это препарат Новатеса, и это есть карта, полечить немножко позже. Это Сельджин и это... И в прошлом году оба препарата были на европейский рынок, тоже вышли. И моя задача была рассказать про опыт в Гамбурге. У нас мы начали карты клетки дать прошлой весной, и с тех пор где-то 30 пациентов лечили. И сейчас, конечно, было немножко задержка во всех этих клинических испытаниях и с короной, но мы использовали пока 6 разных КАТ клеток. Конечно, эти два коммерческих препарата есть карта от Джилле, от Кайт и Кемрая, а также от CD19, карта от фермы Мельтени. Потом тоже в клиническом испытании такой двойной карта 2019 от Мельтени. Это от Сельджин, который тоже близко к лицензии. И там, конечно, очень интересно. Мы тоже европейский центр от Криспо Ферапютикс, и используем тоже их аллокар конструкты, то есть эти конструкции, которые с помощью геномного эдитирования, эти аллогены и признаки как бы убраны, поэтому можно дать эти клетки от третьего донора нашим пациентам. Я вам только расскажу несколько отдельных случаев, потому что общая карта, конечно, с такими разными КАТ-клетками трудно дать. Это первый случай, это именно тот пациент, который мы лечили как индивидуального пациента клетками, которые получили вирус от Мельтени, CD19. Это женщина, 64 года, у неё была НХЛ, и она из-за этого получила в декабре, ну, после, конечно, всяких лечений, в декабре 2018 года аллогенную трансплантацию от неродственного донора. Но, как вы видите, уже через три месяца у неё был рецидив, очень быстро, очень агрессивно, так что уже, в принципе, не было возможностей, и мы связались с Мельтени, они разрешили использовать их вектор, потому что у этой женщины, конечно, тогда ещё вообще своих Т-клеток не было, и тоже транспортированных Т-клеток не было. Мы использовали клетки аллогенового донора, но это здоровые клетки от того донора, от которого трансплантат был. Клетки были модифицированы этим конструктом, и тут важный момент, где-то 20% клеток потом были положительны для кар. Это было компешнен. Это важно, что 20% было положительное, потому что мы дали этой пациентке 1 миллион на килограмм КТ-клетки. Если вы пересчитаете 20%, значит, у нас было 4 миллиона клеток на килограмм, которые были не так КТ-клетки, а не были аллогенными клетками. Очень рано, три месяца после трансплантации. Поэтому клиницисты решили, что мы не можем эту пациентку оставить без иммуносепрессии. Поэтому мы продолжали дать иммуносепрессию. После дачи этих аллогенных КТ-клеток у нее ЦРС, ноцитугин-релиз синдром, который был второй степени, так что там не надо было антителлядать для лечения, и не было проблем с нейротоксичностью, и не было острого РТПХ. Вот у нас была возможность использовать технологию мельтений, которая тогда уже имела антителляд против этого кара. И видно, на 9-й день, видите, там 58% клеток лимфоцитов были КАТ-клетки, очень хорошее призявление КАТ-клеток. И вот, конечно, был вопрос, насколько эти клетки выживают при такой ценной иммуносепрессии. В принципе, все сказали, вы не можете дать КАТ-клетке и иммуносепрессию одновременно, но на удивление, и на всех, в том числе нас, мы видели, что эти клетки очень хорошо даже при иммуносепрессии сохранились, распнажались, и у пациентки, вот еще тут после трех месяцев достаточно большое число КАТ-клеток в крови. И это можно тоже видеть здесь на такой общей картине. Здесь, видите, после шести месяцев еще хорошо видно там клетки в крови. Эти КАТ-клетки и CD8, и CD4 вначале определили эти CD8 клеток, но после каких-то трех недель уже числа были одинаковые, в конце были CD4 клеток. И как вы видите тоже, там были клетки разного типа, и эффекторы, и мемори Т-клетки. И они были активными до последних исследований. И так что можно для этих пациенток сказать, что эти КАТ-клетки, аллогенные КАТ-клетки при иммуносепрессии были эффективными. Мы на 28-й день уже не видели, не детектировали лимфозы. И через четыре месяца был ПЦТ, и там была полная ремиссия всех манифестаций лимфомы, кроме одной. Там еще было одно место, где заболевания как бы существовали, но тоже не увеличивались. По поводу побочных эффектов, я уже сказал, но я хочу удалить ваше внимание на очень длинную нейтропинию этой пациентки. Такой побочный эффект, который мы видим в какой... Ну, в большой части пациентов, можно сказать, и это немножко тревожит. Когда не было АТПХ, после того времени начали, конечно, убрать это иммуносепрессию, сначала циктоспорин, и потом она развила признаки хронической АТПХ, но это было хорошо, подалось лечению стероидами. К сожалению, эта пациентка умела между Рождеством и Новым годом, развила тяжелую инфекцию, конечно, поздно обратилась, и это, в принципе, надо сказать, что это, конечно, тут этот риск очень долго нейтропинии играет роль, и пациентка, конечно, была после аллогенной трансплантации, но с точки зрения, конечно, карте клеток, надо сказать, что лимфомы, к этому не было прогрессии лимфомы. Один важный момент для карте клеток, в отличие от всех остальных, конечно, или от нормальных лекарств, это, что они живые лекарства, и я тут покажу картину из публикации в New England Journal, тут видно, что есть, конечно, очень сильная разница, в среднем эти клетки хорошо, после шести месяцев еще есть, у некоторых пациентов даже в таком количестве приличном, в крови, а есть пациенты, которые, конечно, их потеряют, и это очень важно, пока не менее, для Axis cell, есть карта, было показано, что это исходное увеличение числа карте клеток в эти первые 10 дней, и также area under the curve, значит, это область под кривой, важные факторы для долгого эффекта для лечения лимфомы. Но, что интересно, что эти фермы предоставляют карте клетки, но они не предоставляют никаких средств, чтобы мерить количество карте клеток в крови, я вам показал, что есть сейчас антитело от фермы мельтени, конечно, не для диагностики, по идее, и только для этого CD19 карта. Потому что метода не было, мы начали сами над этим работать, и мы думали, что цифровая АПЦР, примерно разная цепочная реакция, дигитальная АПЦР является очень хорошим потенциальным средством, чтобы измерить число карте клеток в крови. В принципе, АПЦР работает как обычный АПЦР, но вместо того, чтобы все реакции прошли в одной емкости в одном объеме, этот объем разделяется в том числе на 20 тысяч здесь маленьких каплей, и ПЦР происходит независимо в каждой из этих каплей. Это значит, вместо одной реакции у меня 20 тысяч реакций, и используются флуоресцентные зонды, поэтому эти капли, эти троплицы можно потом мерить, как в проточном флуорометре, это значит, у меня получается такой результат отрицательный, положительный для одной зонды, для другой зонды и двойной положительный. Очень хороший и стабильный метод, и мы попробовали это сначала для аксиса, значит, есть карта, мы клонировали этот вектор, но мы просто работаем много в области этих вирусных векторов, поэтому знаем, как это делать, и заквинировали, и делали несколько ампликонов для ПЦР, они все работали очень хорошо, я вам покажу тут пример того, ампликона, который мы потом дальше развивали, тогда это было СССИ, и вы видите, вот эти все сигналы очного, что отделяются друг от друга, что можно идеально мерить, и действительно, если мы это используем для пациентов, это ретроспективный анализ, мы эти три наших теста сравнили здесь, и вы видите, эти кривые почти идеально лежат друг над другом, и то же самое, мы один из этих тестов тогда сравнивали с разными референс точками, но с генами, которые мы использовали один раз ген на Y-хомосоме, один раз на аутосомном хомосоме, там все результаты очень хорошо, очень хорошо репродутируются. И если потом смотреть на чувствительность, я не показываю данные, где мы смотрели на отрицательные пробы, они были все отрицательными, и когда мы делали такое разведение, вы видите, мы могли доходить до последней точки и могли доказать, даже если мы добавили еще ДНК, чтобы было сложнее для апплификации, могли доказать, что одна копия достаточно, чтобы ее найти с помощью ПЦР. Поэтому чувствительность тоже очень хорошая, и мы использовали это уже как диагностический метод. я показываю результаты для 16 пациентов с Аксисел здесь, и мы обнаружили две группы, одна группа, где хорошая исходная пролиферация карты клеток, и вторая группа, где эта пролиферация достаточно слабая. И мы назвали это соответственно хорошие и плохие экспандеры или размножители. И вы видите, это, конечно, предварительные данные, но хочу вам показать здесь, что в этой группе у нас больше CR и PR, а тоже больше побочных эффектов, чем в этой группе. Но это, конечно, еще не вся правда, потому что еще играет роль, как долго потом клетки остаются. Если клетки исчезают, это, конечно, тоже для пациента фактор риска, так что даже эти пациенты в другом плане могут иметь свое преимущество. Хочу вам показать одного пациента, опять этот пациент 13-й, и у этого пациента очень 79-летний пациент с очень агрессивной лимфомой, и мы ввели эти клетки, и на 10-й день, вы видите, они уже стали не размножаться больше, и мы думали, что упс, потеряет карте клетки, и действительно, что это клиническая картина, нога, его лимфомы просто распухались, и клиницисты думали, что у него просто острая прогрессия, это 10-й день, и потом на 14-й день карте клетки очень хорошо размножались, в крови снова, но вы видите, больше, чем фактор 10, и просто удивительная клиническая картина, все эти опухоли исчезли, и за эти пятны, вы видите, тут одни раны остались, и все клетки, очевидно, те клетки, которых мы тут не видели, они просто были там, и убивали эти злокачественные клетки. Мы тоже сейчас сделали это тоже самое для ТИЗАСЭД, ЛАКИМРАЯ, тоже ТЛД праймеры, тоже некоторые варианты сделали, и в том числе одна пара праймеров, которые работают и на ТИЗАСЭД, и на АКСИСЭД, значит, на оба коммерческих препарата, после того, что мы знали секвенс, мы могли сравнить эти секвенсы, и делать этот новый ПЦР, и вы видите, также работает этот, как мы называем сейчас универсальный САЭ, очень хорошо, очень хорошее разделение, и также, если мы это делаем ратразведением, мы опять можем найти отдельную положительную К-клетку, и такие же кривые получаются, которые очень хорошо это поддерживают, и мы использовали клетки от пациентов, которые получили, потому что сейчас новый САЭ работает и там, и там, сравнили этот новый САЭ с старыми данными, и вы видите, кривые просто идеально подходят друг к другу, значит, новый САЭ работает также хорошо на Аксисел, а для Кемрая у нас сейчас пациенты тут, которые из нашей детской клиники, и у них проводился параллельный анализ с помощью флоусетометрии, поточной флоусетометрии, и это было независимо, так что мы их данные не знали, они наши данные не знали, и вот это их результаты с помощью флоу, и потом мы делали независимую нашу детскую пациенту, и вот это наши результаты, тоже кривые, просто очень красиво лежат друг с другом, и неудивительно, что с помощью пациентов всегда чуть больше клеток, видно, потому что конечно могут быть клетки, которые имеют этот вектор, но не экспрессируют этот кар. Так что в заключении хочу сказать, что мы видим эффективность этих карты клеток в определенном пациенте наших пациентов, и побочные эффекты есть, но они как правило хорошо поддаются лечению. Один эффект, который мы считаем важный, который может быть в литературе есть, но как-то мало внимания обращает это очень долгая цитопения в некоторых пациентах. Мы таблировали цифровые ПЦР для диагностики, которые хорошо работают и отдельные даже клетки могут выявить и в крови, и в костномозге, и в ликворе. И мы считаем, что конечно еще нужно реабилит, чтобы это оценить карты клетки. Я хочу поблагодарить всех, которые работали в нашем отделении, в нашей клинике, конечно, в лаборатории и в клинике детской трансплантации, также наш институт трансфюзионной медицины. Я особенно хочу поблагодарить Бориса Владимировича Афанасьева, который поддерживал всю эту связь между Санкт-Петербургом и Гамбургом все время и был очень важным человеком и конечно очень хорошим человеком. И я вас хочу поблагодарить за внимание. Спасибо. Спасибо.